Пахетия Малая часть Восточной Грузии Старина, повеянная ветрами эпохи Исконная житница Грузии Зеленые долины, альпийские луга Ее обширные виноградники Все это кахетия Она хороша весною и летом Но осенние краски ее неповторимы Скоро ртвели, пора сбора плодов Внимательно всматриваются в небо радары Они стерегут колхозные поля от стихии Стерегут, чтобы из облаков не упал на них град На землю падет не всеуничтожающий лед А благодатный дождь Осень, ртвели Один из первых стихов, который учат дети Такой Ртвели приходит золотой осенью И несет людям плоды В эту пору тепло Еще лежит серебряная паутина Сгибаются ветви под тяжестью плодов Полиция Летом и ранней осенью Машинова так же спешили на поля Везли пшеницу Потом кукурузу Теперь все дороги ведут в сады На винограднике Побываем и мы в одном из хозяйств Кахити В колхозе села Чумаки Субтитры создавал DimaTorzok В каждой грозде винограда Слились труд отцов, дедов, родителей Сладок и душист виноград Но пока он созреет Рука человека должна 80 раз коснуться каждой лозы Деду нужно было руками вынести отсюда камни Чтобы сын распахал неподатливую землю И посадил лозу Сегодня посмотреть артвели приходят даже столетние старцы Колхоз села Чумаки Начинался с объединения бедняцких хозяйств То, что было им не по силам в одиночку Стало возможно в хозяйстве коллективном Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Артвели, артвели, как щедро полнишь ты плодами осени Самые большие корзины Работая сообща, крестьянин знает Что какая бы ни случилась засуха или другая беда Нужда не придет в его доме Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давно ли 40 центнеров с гектара считали удачей? Очень большой он Потом брали по 60, по 70 Теперь гуджанский колхоз села Чамлаки Стремится к урожаю в 100 центнеров Именно такая цель у бригады Владимира Хиташвили Субтитры создавал DimaTorzok Ртвели, ртвели, золотая осень А пчелы хлопочут, как весной, когда цветут сады Все краснее становятся яблоки Они рдеют, как щеки красавиц Бежит день за днем Но, кажется, не будет конца дарам земли Дары осени в садах И разговор о колхозе в классе Почему эта икра такая большая? А почему она такая желтая? Дети еще мало знают о тайнах лозы Но уже любят землю своего детства Он рассказывает, как дедушка однажды взял его в поле Как собирали виноград, как выживали Впрочем, мы увидим продолжение его рассказа Когда войдем в Кахетинский дом Среди подсобных помещений у каждого хозяина есть мораль Это кладовая зимних запасов на всю семью И одновременно винодельня и винный погреб Из глубин времен через дедов передается искусство создания знаменитых грузинских вин Весной и летом мастера учат Вино делается на винограднике Осенью вступает в силу другая формула Выжатый сок еще не вино Он должен хорошо бродить во врытых в землю огромных кувшинах И еще важно, в какой бочке потом окажется Пучка не тара, а дом, в котором живет и растет вино Опыт старых мастеров на винодельческих заводах Вполне укладывается в рамки широкого производства На гурджанском винзаводе, чьи вина знает весь мир Часто можно видеть Валериана Утиашвили Председателя колхоза, депутата Верховного Совета Республики Лаборатории со сложным оборудованием Дают специалистам возможность управлять тонкими процессами переработки винограда Валериана Утиашвили Считают, что получается, как в маране у дедов Только живет оно, как говорят виноделы, в гигантских бочках И зреет при строжайших режимах Холдно ли на улице, жарко ли В подвалах всегда одна температура Неизменно влажность воздуха Пройдут годы И тогда вино окажется в бутылках С золотом и серебром конкурсных медалей И названием гурджани Снято последнее гость Опустел виноградник В этот день вся бригада собирается вместе Портвель, портвель Работа и праздник винограды Первое слово старейшему Грузины умеют говорить тосты, которые трудно повторить Про разум человека, его руки Про связь времен и поколений Только во сне Виделись нам виноградники и сады Которые мы передали вам И вы передадите своим детям За тех, кто строит эту жизнь Музыка 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 За наших сынов и дочерей Да будут они достойными наследниками И старательными хозяевами За урожай, за дорогу, которая ведет к вершине Музыка Так они и живут, кахетинские колхозники Вместе трудятся на полях, фермах, растят сады И строят дома Они хорошо зарабатывают в колхозе Имеют свои приусадебные участки, личное хозяйство Если нужно На новый дом дает деньги колхоз С рассрочкой в несколько лет Самая большая в селе стройка Школа С просторными классными комнатами Со своим спортивным залом С кабинетами физики и химии Музыка Она будет не хуже городских А построил ее колхоз Музыка 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 Окончив школу Многие из ребят останутся в селе Многие уедут учиться дальше Чтобы вернуться потом инженерами и техниками Агрономами, врачами И до получения дипломов Они будут называться колхозными стипендиатами Колхоз обеспечит их средствами Чтобы покупать учебники, одежду У них будут деньги на питание На посещение театров, кино, музеев Пройдет не так уж много лет И на просторной этой земле На вечные времена Переданные государством в пользование колхозу Хозяевами будут Вчерашние школьники Вышкин sont живышем А blir Новости Вышкин music Севба Музыка Энг Ортвели позади. Можно подводить итоги. Радоваться есть чем. Но есть и над чем задуматься. Это собралось правление колхоза. Самые уважаемые в селе люди, бригадиры, специалисты, рядовые колхозники. Сегодня они обсуждают, как лучше распределить доходы. Сколько выделить на оплату труда. Что оставить в неделимом фонде, чтобы купить новую технику. Сколько на прокладку дорог, газовых трасс, новых телефонных линий. Они предложат проект, а общее собрание колхоза все обсудит, внесет поправки. Таков закон колхозной демократии. Здесь каждый участвует в управлении хозяйством. Колхоз села Чумлаки уверенно идет в свое завтра. Весь год им готовить новую ртвель. И будет она еще щедрее. КОНЕЦ А это наш солнечный юг. Земля Грузии Кахетия. Та самая Кахетия, в которую грузины показывают гостю, как одну из самых лучших комнат в своем просторном доме. Их отцы, деды и деды их дедов из века в век были пахарями, строителями и воинами. Здесь свято чтут память тех, кто отдал свои жизни за родину. Владимир Хетишвили, тоже бывший солдат Великой Отечественной войны. Далеко от родных мест, вместе с воинами всех наших республик, он стойко защищал свой большой дом, страну Совета. После победы Владимир Хетишвили снова стал сажать сады. Щедрая, богатая земля. Смысл этих слов становится особенно ясным осенью, в пору, когда убирают урожай. Она венчает целый год трудов и тревог земледельца. Этой осенью со своих виноградников колхоз имени Калинина получил 8 тысяч тонн солнечных ягод. Много яблок, груш, персиков. Много яблок, груш, персиков. А здесь рождаются знаменитые кахетинские вина. Есть поговорка, чтобы жизнь не была прожита напрасно, человек должен посадить дерево и вырастить сына. Значит, эти люди счастливы многократно, ибо они сажают не деревья, а сады. Растят не одного, а многих сыновей, внуков, правнуков. Сегодня в доме у Владимира Хетяшвили на праздничный обед собралась вся семья. Она у него немаленькая. Старший сын Ливан закончил в Тбилиси политехнический институт. Дочь Мзия педагогический. Георгий заканчивает сельскохозяйственный. Младшая Кетеван готовится поступить в институт. И, наверное, осуществит свою мечту. И тогда все дети христианина Хетяшвили будут с высшим образованием. В любой из наших республик, на целинном просторе Казахстана, у берегов Латвии или Эстонии, в зеленых виноградниках Грузии, Армении или Молдавии, везде сельские строители новой жизни уверены в завтрашнем дне. Их земля год от года становится щедрее и щедрее, как дерево, входящее в пору зрелости. Не потому, что ярче светит солнце и чаще идут дожди. Нет. Потому что каждое поколение своим коллективным трудом делает эту землю все более богатой и прекрасной.